Доброе утро! Мы сегодня в гостях у Кати. Катя у нас необычный человек, она придумала свою собственную подушку. Расскажи, пожалуйста, что это за подушка, для чего она? Я занимаюсь фейс-фитнесом, да, и для меня очень актуально молодо выглядеть, и я задумалась, что во время сна мы получаем большое количество морщин, они даже называются морщины сна, и захотелось разработать какую-то подушку. Вот эти окошечки, они созданы для тех, кто любит спать лицом в подушку. Может обезопасить вот эту зону, где собираются самые активные морщины. Можно нам взять эту подушку, чтобы провести свое маленькое такое подушечное исследование. Да, конечно, мне будет даже интересно. Чтобы выяснить, хороша ли эта подушка, мы обратимся к врачу-сомнологу. Для этого мы приехали в областную клиническую больницу номер один. Антон, здравствуйте! Мы вам привезли три подушки на экспертизу. Эту разработала тюменка, которая занимается фейс-фитнесом, на этой сплю я, это самая обычная подушка, и ортопедическая. Вы вот как сомнолог дайте, пожалуйста, заключение каждой из них. Достаточно трудный и серьезный выбор передо мной стоит в данный момент. Я бы для себя лично ни одной из этих подушек не выбрал. Ну, сейчас обсудим, почему. Значит, начнем. Давайте с вашей личной подушки. Сразу же обращаем внимание на ее форму и на распределение, скажем так, внутренних запчастей в ней. Соответственно, вот здесь видно сразу, что уже залежено. Все вещество, находящееся внутри, ушло по бокам. Здесь, с этой стороны, еще хуже. На такой подушке спать, наверное, для вашей шеи, для вашего кровоснабжения ночного головного мозга. Ну, опять же, при каких-то серьезных заболеваниях, при избыточной массе тела, при ожирении, при апноэ сна, на таких подушках спать категорически нельзя. Перейдем к тюменскому производителю, скажем так, нашему отечественному. На мой взгляд, подушка неплохая. Неплохая она, прежде всего, тем, что желательно, конечно, спать на невысоких подушках. Вот эти отверстия, если честно, не очень понимаю, зачем. Вероятнее всего, для того, чтобы кожа сама по себе не меняла свою степень натяжения во время сна. В целом, эта подушка подобрее. Единственное, я бы ее, конечно, чуть-чуть сделал, пожею. Если бы я ее конструировал немножечко пожестче, то, что, ну, здесь вот есть место, откровенные права. Ортопедические подушки есть нескольких видов. Это всего лишь одна из разновидностей. Существуют также ортопедические подушки с определенной формой выдержки. Вот это с памятью формы, по идее. Всем подряд такую подушку нельзя. Почему? Во-первых, она очень высокая. Во-вторых, она очень жесткая. То есть, с учетом того, что она высокая и жесткая, это может очень серьезно сказаться на архитектуре шеи, на кровоснабжении на нормальном ночном, на удобстве для пациента. Какая идеальная подушка должна быть? Вы сказали, просто валик под голову? Идеальная подушка – это валик под голову. Это действительно так. То есть, по идее, человеческое существо ни на каких подушках спать не должно. Из этих трех подушек я бы себе выбрал вот эту. То есть, если бы выбор стал только между ними, я бы выбрал вот эту. Но можно найти и идеальнее. Теперь про подушки мы будем говорить с Евгением. Это мастер моделирующего массажа лица. Добрый день. Добрый. Евгения, скажите, важна ли подушка, чтобы лицо у нас было красивым? Именно для красоты лица. Мы говорим про красоту лица. Тогда выбор подушки, я считаю, по моему мнению, абсолютно неактуален в этом вопросе. Первое, на что я хочу обратить внимание, для красоты лица. Это качество сна. То есть, мы должны качественно спать. Если у нас там новомодная какая-то подушка, и нам на ней не спится, то можно забыть про красоту лица. Можно купить подушку за миллион долларов, плохо на ней спать, и красоты никак не случится. Это раз. Во-вторых, я рекомендую спать на спине. А там уже сама подушка, в принципе, роли не играет. Когда мы лежим на спине, наш позвоночник будет в течение всей ночи расслабляться, отдыхать. Лицо у нас будет носом в потолок. Вот это самое важное. Не заминая никакие структуры на лице. А все же из вот этих подушек, какую вы бы выбрали? Я бы себе лично. Это, кстати, ваша коллега придумала, скажем так, тоже фейс-фитнесом девушка занимается. Замечательно. Это вот было бы для меня большое и жесткое. Я бы вообще взяла бы, наверное, скорее из всех вот этих трех подушек вот эту подушку. Мою подушку. Да, я бы взяла эту. Мое мнение, разницы нет с качества сна, качество сна и носом в потолок. Спасибо вам большое, Евгения. Ну все, мы выбрали подушку.